Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про полив винограда. Давайте сначала разберемся, нужен ли вообще этот самый полив. Конечно, в большинстве случаев я буду говорить о своих условиях. Напомню, Минская область, Дзержинский район. Итак, виноград, культура уникальная. С одной стороны, у него большая потребность в воде, во влаге. И с другой стороны, он достаточно хорошо переносит засушливые условия. Особенно, если на обратной стороне листа бывают они такие вообще мохнатенькие и пушистенькие. Вот эти сорта вообще замечательно переносят засуху. Ну и в принципе, виноград обладает хорошо развитой корневой системой. И при необходимости он себе эту самую водичку добывает, если мы не берем какие-то совсем крайние засушливые районы. И в принципе, вот в наших условиях виноград можно было бы не поливать вообще. Особенно, учитывая лично нашу агротехнику. Наша агротехника сводится к чему? У нас весь виноградник сидит либо в зерне, либо замульчирован. То есть, этим самым мы тоже сохраняем влагу в почве и поддерживаем ее. А с другой стороны, давайте немножко обратимся к вопросу, как растет виноград и какие у нас в это время погодные условия. Ну, весной понятно. В принципе, весна у нас, как правило, достаточно влажная. Если зима была снежная, как, например, эта зима, снежок растаял, земелька водичку напитала, все хорошо. Период активного роста, винограду есть чего расти, все замечательно. Как правило, например, в том же июне, тоже, когда наши лозы активно растут, так или иначе, какие-то дождики проходят, и все нормально. И вот наступает период такой волшебный, когда у нас виноград отцвел, ягодка наливается. В это время, как правило, стоит жаркая, сухая погода. И что происходит? Влаги не так много, а ягодку чем-то надо налить. И в этот момент получается, что кожица из-за недостатка влаги будет достаточно плотная. И что происходит потом? Приходит август, у нас уже ягодки стали окрашиваться, да, уже они вот-вот готовы созревать, либо уже на половинной стадии зрелости. И в этот момент у нас начинают идти дожди. И что мы получаем? Мы получаем треск ягоды. И вот это такая большая проблема, все винограды режалуются, и этот сорт трещит, и этот сорт трещит. На самом деле треску подвержено очень-очень большое количество сортов, если, ну вот так складываются погодные условия. Да, есть некоторые сорта, которые не трещат ни при каких условиях, но их не так много. То есть борьба с треском ягоды, это один из факторов, для чего нам нужен полив. Ну и в принципе, давайте говорить о том, я много раз это проговариваю, когда винограду всего хватает, он и меньше болеет, он лучше растет, он может давать большую урожайность. То есть, если мы обеспечим растению какие-то более комфортные условия, то и результат мы тоже получим больше. При этом, с одной стороны, я вам сказала, да, что виноград может где-то себе пытаться найти водичку на стороне, но тоже давайте вспомним наши условия. Корни винограда в средней полосе не уходят далеко вглубь, потому что там холодно, и там им неинтересно. Поэтому найти в наших условиях винограду где-то воду на стороне будет сложно, особенно учитывая плотность посадок. Если мы много садим кустов, вообще с маленьким расстоянием, при этом у нас еще что-то растет на участке, и каждое это растение, оно поглощает воду. Поэтому найти ее достаточно сложно, и в наших условиях может быть даже и невозможно. Да, виноград при этом и не умрет, он может себя вполне комфортно чувствовать, но я вам уже сказала, к чему это может привести. Касательно молодых кустиков, у них еще маленькие корешочки, и если у нас стоит жарко-засушливая погода, а мы их не поливаем, но они и будут такие же маленькие. То есть если мы хотим, чтобы у нас кустик вырос быстро, быстро показал нам урожай, то нам надо его поливать при необходимости. Теперь давайте разберемся, когда же виноград нуждается в воде, и когда ему нужно помогать поливать. Ну, первый момент, когда ему очень нужна вода, это, конечно же, когда начинают только пропуждаться почки и начинают расти. Как правило, в этот момент у нас все хорошо, потому что сошел снег, земелька, напитавшая влаги, и все хорошо. Но, например, прошлой весной, поскольку зима была вообще бесснежной, в общем-то зимы не было, с этим была проблема. Особенно на наших почвах. Напомню, вот на этом участке у меня пески. Вот такая у меня есть чудесно показательная яма. То здесь песчаногравийная смесь. И сколько сюда воды не лей? Оно все проходит, как сквозь сито. Не задерживается вообще ничего. Первый этап мы проговорили. Ну, повторюсь, что в этот момент, как правило, ничего не нужно делать. Следующий период, когда виноград активно нуждается во влаге, это период перед цветением. Ну, тоже, как правило, в этот момент у нас все хорошо. Не так давно шли дожди. Земелька еще достаточно влажная. Особенно, повторюсь, когда она замучирована и задернена. Конечно, если вы бесконечно все пропалываете и рыхлите, то у вас с увлажнением могут быть некоторые проблемы. Ну, тоже зависит от почвы. Если почвы глинистые, то, конечно, там таких проблем меньше. С другой стороны, тот же прием мульчирования делают почву более воздухопроницаемой. И вода не так застаивается даже на глинистых почвах. Ну, отвлеклись немножко, продолжим про поливы и про потребности винограда в воде. Итак, значит, второй период – это перед цветением. Когда винограду достаточно влаги, он лучше развивается, у него лучше происходят процессы фотосинтеза, то есть производство органических веществ. Он лучше закладывает почки на следующий год. А напомню, что плодовые почки на следующий год начинают закладываться в период цветения. Вот сейчас виноград зацветает, именно в этот период у него уже начинают формироваться почки на следующий год. Соответственно, если в этот момент ему всего хватает, а в том числе и влаги, то и на следующий год у него тоже будет хороший урожай. И мы на это можем хотя бы частично повлиять. Но, обращаю ваше внимание, что потребность влаги у винограда перед цветением, во время цветения, эта потребность снижается. И здесь очень важно соблюдать меру, потому что избыточная влажность плохо может привести к осыпанию бутонов. А недостаточная тоже плохо. Поэтому надо смотреть по состоянию почвы, по погоде и находить какую-то золотую серединку для себя. Итак, во время цветения у нас потребность во влаге снижается. И дальше, следующий пик, когда винограду очень нужна влага, это период налива ягод. Именно в этот момент у нас, как правило, стоит жаркая и сухая погода. И, конечно, в этот момент виноградник лучше поливать, если есть такая возможность. А точно сказать, сколько и какая периодичность, достаточно сложно. Потому что, даже несмотря на то, что мы будем все с вами жить в одних условиях, даже в одной области, все равно у каждого свои почвы, свои особенности. На этом участке у меня пески, на втором участке у меня глина. И там потребность во влаге сильно отличается от потребности во влаге на этом участке. Поэтому смотрите по обстоятельствам, ну и, конечно, по тому, как часто вы сможете это делать. Также есть у вас, например, подкормочные ямы, как у меня на этом участке. То есть вот такие трубы, там закупан мешок с камнями, и через них происходит полив виноградника. То есть в таком случае вода поступает ближе к корням, мы увлажняем нижние слои почвы, и я могу поливать в меньшем количестве. Если у вас все прополото, и вы поливаете сверху, то для того, чтобы вода достигла корней, ну понятно, что воды надо больше. Поэтому смотрим по обстоятельствам, по своим условиям. Затем, когда ягода налилась и начинает уже созревать, потребность во влаге уменьшается, и в то время поливы уже можно прекращать. Потому что избыточная влажность будет задерживать созревание ягоды, размывать сахар. И избыточная влажность будет мешать возреванию лозы. Но тоже смотрите, какой важный момент. Вот прошлые годы я это упускала. То есть в период налива ягоды я поливами не занималась. Понаблюдая за ситуацией с треском, то есть когда я знала, что, например, там через пару дней прогнозу погоды, воду, дожди, а стояла жаркая, сухая погода, даже когда ягода уже созревала, я начинала поливы. Понемножку, приблизительно у меня уходило где-то, ну, наверное, по пол ведра на куст. И я это делала. Ну, у меня была возможность там каждый день или через день, как получалось. И в прошлом году треска ягоды в открытом грунте я избежала. Даже Виктория, сорт которой имеет очень тонкую кожицу и очень подвержен растрескиванию, даже Виктория у меня была абсолютно целенькая. Хотя, конечно, гораздо проще и гораздо эффективнее проводить поливы именно тогда, когда виноград в этом действительно нуждается. То есть, в момент налива ягоды. Когда вот виноград у нас отсвел, пошел горошек, и видно, начинает ягодка раздуваться, в этот момент и есть смысл проводить поливы, чтобы потом не пытаться догонять уходящий поезд. Потому что в тот момент уже, ну, как говорится, можно успеть, можно не успеть. И, конечно, очень важно, если мы пытаемся бороться с треском и начинаем поливать, когда у нас вот ягодка созревает перед дождями, соблюдать меру. То есть, нам лучше чаще, ну, понемножку, чтобы он по чуть-чуть подпитывал эту воду. А если мы сразу дадим много, ну, мы сами же спровоцируем этот самый треск ягоды. И резюмируя весь наш сегодняшний разговор, поскольку сейчас уже середина июня, сейчас виноград начинает зацветать, в это время мы ничего не делаем, мы себе спокойно отдыхаем. Как только у нас начинает наливаться ягодка, в зависимости от погоды, в зависимости от ваших почвенных условий, можно, а в некоторых случаях, и нужно проводить поливы. И вот такие простые приемы, как мульчирование, могут очень сильно упростить вам жизнь. Особенно, если есть определенные проблемы с водой и с проведением этих самых поливов. Ну и, конечно, стараемся соблюдать во всем умеренность, потому что мало воды – плохо, и много воды – тоже плохо. И что делаем конкретно мы? Сейчас перед цветением мы провели полив вместе со второй корневой подкормкой. Напоминаю, что мы подкармливаем наши кусты, настоем навоза, проливаем это водой. Сколько воды там уходит, я точно сказать не могу. Со шлангой льем, но я думаю, что ведра два точно получается. Ну, на наших почвах я вам показала, какие они мы себе это вполне сможем позволить. Дальше будем смотреть по обстоятельствам. У нас после цветения будет еще одна подкормка. Соответственно, будет еще один полив. Ну, а дальше будем смотреть по тому, как будет вести себя погода. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. И до новых встреч!